Охот Охота на кабана. Ей тысячи лет. Пролетают века, меняются люди, меняются подходы, способы охоты, оборудование и оружие. Но цель была и остается одна – добыть зверя, точнее его мясо. И как бы мы не становились добрее, гуманнее и толерантнее, как бы не ломали свою природу и сущность, мы были рождены плотоядными. Мы и мясо – неотъемлемая часть нашего питания. Не хочу вдаваться в полемику, хорошо это или плохо. Сегодня не об этом. Этот короткий сюжет о наших возможностях на сегодняшний день. Если мой пращур добывал зверя или ему не везло в охоте, то его соплеменникам оставалось лишь слушать его рассказы и рисовать наскальные рисунки. Сейчас же мы имеем возможность воочию увидеть действия, стать почти участником событий, поделиться моментом, запечатлеть и пересмотреть увиденное и показать его другим. Я поймал себя на мысли, что у всех этих приборов есть и вторая сторона медали. Они дают нам возможность наблюдать. А чем больше ты видишь, тем больше ты думаешь. Не могу говорить с других, но я все реже и реже стреляю. И это факт. Обладая подобным оком Бога, я становлюсь более сдержанным, выдержанным и ответственным. И мне кажется, я не одинок в своих мыслях. Не мы придумали охоту, не нам ее разрешать или запрещать. А вот присмотреться и увидеть невидимое ранее – вполне решаемая задача. Есть траву или мясо – это личный выбор каждого. Насаждать свое мнение соседу – это тупиковое направление. Судить людей за сохранение инстинктов предков – глупо. А уж инструменты, с помощью которых они это делают – верх идиотизма. Не каждая охота должна завершаться выстрелом. Зачастую одного этого вполне достаточно. И почему-то я уверен, что еще через сто лет кто-то будет рассказывать о пользе жареных тараканов. А мой пра-пра-правнук узнает благоприятный прогноз у нейросети, запустит дрон, который выложит приваду. И пойдет и добудет ультразвуком из своего бластера своего кабана. Субтитры создавал DimaTorzok Пройдут года. Будут меняться декорации, климат, нравы. Но охота – охотничий инстинкт вечный. Охота старшей веры и грамоты. И не стоит обращать внимание на флюгера и направления ветра. Мы многое растеряли по пути нашей эволюции. Верим в полсилы и тому, что нам удобно. Читаем через одного, понимают прочитанное – единицы. А забывая то, что было до нас, мы сами не понимаем, начинаем ходить на кормушки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...